Продолжаем главную тему недели. Совместный молдоукраинский контроль на границе это по сути прямое соприкосновение силовых структур сторон конфликта. Чем это чревато, мы спросим у сопредседателя Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олега Белякова. Олег Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Молдоукраинский пост в пункте пропуска Кучурган официально открыт. Каковы реальные цели появления молдавских силовиков на нашей границе с Украиной? Мы видим, что некогда страна-гарант, которая в 1992 году принимала наших беженцев в результате вооруженной агрессии Республики Молдова против Приднестровья, сегодня дает возможность силовым структурам выполнять свои обязанности на своей территории, то есть на своей исконной украинской территории. Тем самым сопоставляется тот факт, что между практически молдавской составляющей правоохранительных органов и приднестровской составляющей правоохранительных органов в рамках границы какого-либо. Разделения с точки зрения безопасности на сегодняшний день нет. В этой связи возникают определенные опасности, если в случае возникновения каких-либо определенных противоречий или моментов, которые, скажем, создадут сложности на границе, кто будет разделять противоборствующие стороны? Украина, которая выступила, скажем, дала, предоставила возможность выставлять посты Молдовы на своей территории, наверное, в этой части она, наверное, не будет выступать, скажем, гарантом тех возможных проблем. Россия, значит, России в данной составляющей на этом участке нашей территории в рамках обеспечения безопасности нет. То есть данная ситуация отдана на откуп как Приднестровью, так и Молдове. Это, конечно, вызывает большую озабоченность. Вот возьмем, допустим, статью 5 соглашения 1992 года, в которой четко говорится, что стороны Молдовы и Приднестровья берут на себя обязательства не препятствовать свободному передвижению людей, товаров, грузов и в этом контексте предпринимают срочные меры для ликвидации таких возможных последствий. В данном контексте мы реально видим, что у нас появилась реальная опасность невыполнения соглашения 1992 года непосредственно на границе с Украиной. Поскольку данное соглашение распространяет свою деятельность не на только на зону безопасности, а на всю территорию как Молдовы, так и Приднестровья. Как Вы считаете, появятся ли проблемы, связанные со свободой передвижения приднестровцев? Мне кажется, в этой части, в какой-то первой его части, она будет несколько завалирована, а впоследствии, конечно, появится. Все заверения о том, что все делается для людей, я в этом глубоко сомневаюсь. А как по Вашему, в чьих интересах действует Молдова Украина? Ну, они действуют исключительно в своих личных интересах, создавая такое определенное поле, которое бы заставило Приднестровья поклониться, в принципе, где-то сдать определенные свои позиции в части своей самостоятельности, в части своего признания и всего остального, для того, чтобы создать определенную неуравновешенность внутри самого Приднестрова, чтобы создать определенную напряженность среди населения в рамках взаимоотношения с органами власти, в рамках взаимоотношения между Молдовой и Приднестроем, и в том числе и Приднестроем и Украиной. Надо учитывать, что на нашей территории находятся воинские контингенты Российской Федерации. Это все делается, по большому счету, в той или иной части, чтобы создать какие-то определенные тяжелые условия и для этой составной части. Вот мы сегодня, я же говорил, уже неоднократно имеем факты, допустим, не пропуска военных офицеров России к месту несения службы. Это уже носит массовый характер. Мы сегодня имеем проблемы с обеспечением, скажем, деятельности данных вооруженных формирований. И все это, в принципе, делается вопреки, а не во благо. Дело в том, что в соглашении 1992 года четко прописан механизм замены, ротации, обеспечения деятельности. Это в том числе давление и на Россию. А каковы риски и возможный ущерб от введения совместного молодоукраинского контроля? Это риски военные, это риски противостояния правоохранительных органов, это риски человеческого фактора, которые возможны в той или иной ситуации. Эти риски должен кто-то разбирать и должен быть отработан какой-то определенный механизм возможного, скажем, ликвидации тех рисков, которые, возможно, возникнут непосредственно на соприкосновении конфликтующих сторон. А каковы ближайшие перспективы относительно постов и чего нам стоит ждать? Ну, как мы знаем с вами, что в этой части, конечно, посты будут иметь место к разрастанию. И в этой части, я так понимаю, что на границе с Украиной и Приднестроем, значит, в лице молдавских правоохранительных структур будет массовый и тотальный контроль. Буквально за всем. За товарами, передвижением транспорта, людей, движением, значит, различного рода, скажем, тех, значит, операций, которые происходят на границе. То есть, в принципе, значит, создается определенное поле правовое, которое четко запихивает нас во взаимоотношения с Молдовой. Это правда, что их будет 13? Ну, по той информации, которую мы сегодня владеем, по сути вещей, это выглядит именно таким образом, что их ожидается примерно 13. Сама Молдова создает для нас дополнительные сложности, дополнительные сложности для населения, дополнительные сложности для переговорного процесса. Что поднестровская сторона планирует делать? Каковы ответные будут шаги? Я, знаете, могу... Будут ли вообще ответные шаги? Мы как проводили свою очень четко взвешенную позицию в рамках поддержания мира со всеми воинскими контингентами, в том числе и с представителями Украины, так и будем это делать в ближайшем периоде. И по-прежнему будем создавать условия для политического диалога. Спасибо. А я напоминаю, на наши вопросы отвечал сопредседатель объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. Спасибо.